В этом видео я покажу, как приготовить творожную запеканку на пару. В отличие от традиционной запеканки, которая готовится в духовке, это получается более нежной, с легкой структурой, напоминающей суфле. А еще в 100 граммах такой запеканки всего 149 килокалорий, что тоже меньше, чем в приготовленной традиционным способом. Приготовление очень простое. Нужно только все смешать, поместить в форму. Рецепт рассчитан на 2-3 порции. Если вам нужно больше, удвоите количество ингредиентов. Для приготовления творожной запеканки нужно подготовить все ингредиенты. Творог должен быть качественный. От этого зависит вкус запеканки. Яйца подойдут крупные. Изюм можно взять как светлый, так и темный. Можно добавить другие сухофрукты. Курагу, чернослив, клюкву. Темные сухофрукты могут окрашивать запеканку, но это совсем не влияет на вкус. Сахар можно взять белый или коричневый, и его лучше добавлять по вкусу. Изюм промыть и замочить в теплой воде на 20-30 минут. Затем воду слить. Изюм хорошо ополоснуть и обсушить. В чашу блендера выложить творог, яйца, сахар, ванильный сахар, небольшую щепотку соли и перемешать. Если нет блендера, то можно сначала протереть творог через сито, а затем добавить остальные ингредиенты. К творожной смеси добавить манную крупу и снова перемешать, чтобы не было комочков. Добавить изюм и перемешать. В кастрюле нагреть воду до кипения и убавить огонь. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить творожную массу в форму, поставить в пароварку и готовить под крышкой около 30 минут на небольшом огне. В маленьких формочках запеканка готовится быстрее, около 20 минут. Готовую творожную запеканку оставить на 5-10 минут в выключенной пароварке, затем вынуть и немного остудить. Аккуратно пройтись тонким ножом или тонкой силиконовой лопаткой по краю запеканки, отделяя ее от формы и извлечь ее. Или перевернуть запеканку на тарелку. Когда она остывает, она хорошо отстает от формы, поэтому вынуть ее не составит труда. Подавать творожную запеканку лучше теплой или горячей, со сметаной, джемом, сгущенным молоком или сиропом. Приятного аппетита! Меня зовут Дарья Черненко. Подписывайтесь на мой канал в меню недели, чтобы у вас всегда были проверенные и вкусные рецепты, которые можно приготовить быстро и просто.